Утро доброе, дорогие друзья. 13 число, но не пятница, а понедельник, что уже само по себе неплохо. Новая рабочая неделя, хотя наверняка у многих из нас и предыдущая-то не заканчивалась, и вообще рабочее, нерабочее время. Сейчас об этом можно говорить с известной долей условности. Портал Preon.ru начинает очередной вебинар из серии, наверное, наиболее таких актуальных мероприятий, рассказывающих о том, что сейчас происходит на рынках зарубежной недвижимости, что будет происходить в ближайшее время, и параллельно мы затрагиваем наиболее актуальные вопросы для тех, кто задумывается о приобретении недвижимости не только с целью, собственно, стать владельцем уютного домика на море, но и, например, инвестировать, но и, например, иммигрировать. Вот сегодня как раз наша тема будет иммиграционная, и с нашими экспертами из компании Migrant Invest мы поговорим подробно о одной из самых любопытных программ, программ «Золотая виза», когда приобретение недвижимости открывает право на получение вида на жительство в Португалии. Португальская программа не единственная в Евросоюзе, уж тем более не единственная в мире, тем не менее о ней говорят обычно мало, то есть меньше, чем, скажем, про греческую и испанскую, и, как мы сегодня, наверное, убедимся, незаслуженно. По крайней мере, в русскоязычном пространстве португальская программа может быть так, ну, вот, явно уж, даже и по абсолютным цифрам, не в самом топе, но все меняется. Еще раз повторю, меня зовут Филипп Березин, кто еще не видел, не слышал наши предыдущие вебинары, я главный редактор портала «Приан.ру», но не я буду сегодня главным действующим лицом, а мои очаровательные коллеги. Я с удовольствием представляю Ольгу Струеву, руководителя офиса компании Migrant Invest в России. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте всем, приятно видеть вас и слышать всех. И представляю Наталью Аганисян, управляющего директора по проектам недвижимости компании Migrant Invest. Всем добрый день. И еще раз напоминаю, что у нас работает чат, в котором уже появились первые сообщения, пока они просто поздравления и пожелания доброго дня, но в этом же чате вы вполне можете писать вопросы, коль они у вас появятся, к выступлению наших экспертов, о чем мы сегодня поговорим в нескольких словах. Мы поговорим о основных базовых параметрах португальской программы, как она работает, какие условия она предлагает для инвестора, для покупателя недвижимости. Мы поговорим о том, какие изменения происходят в этой программе прямо сейчас, и как португальцы реагируют на всеобщее закрытие границы, на определенные проблемы, связанные с перемещением, то есть что португальцы упрощают, что они не упрощают, и то, как вообще программа меняется в последнее время. И затем мы, безусловно, посмотрим какие-то реальные примеры, а что же такое в Португалии можно приобрести за определенную сумму, какие есть предложения, что можно приобрести, чтобы стать обладателем в NG. Но сначала, естественно, мы поговорим несколько слов о том, уделим некоторое внимание нашей компании, наших экспертов. Итак, Ольга, пожалуйста, несколько слов о том, чем ваша компания занимается и какие услуги вы оказываете, в частности, на португальском направлении. Пожалуйста. Да, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Строева, я являюсь директором московского представительства компании Immigrant Invest. Пару слов о нашей компании. Думаю, многие уже знают о нашей компании, мы достаточно крупные. Я буквально пару слов еще обновлю ваше знание, скажу о нас. Immigrant Invest – это юридическая компания, которая работает с 2006 года. И с 2006 года мы помогаем состоятельным людям и их семьям получать второе гражданство и вид на жительство за инвестиции в Европейском Союзе и странах Карибского бассейна. Наша компания имеет лицензии на работу по всем государственным программам, с которыми мы работаем. Офисы нашей компании расположены в шести странах мира. И в нашей компании работают специалисты, это дипломированные юристы, адвокаты, сертифицированные агенты по недвижимости и facility management. Также хотела бы еще отметить, что только в нашей компании, единственной в отрасли, работает сертифицированный Compliance Anti-Money Laundering Officer, сертифицированный Международной ассоциацией специалистов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Он помогает нашим клиентам подготовиться к процедуре due diligence максимально комфортно и максимально правильно и выгодно для участия в программе. Таким образом, вследствие того, что этот due diligence мы проводим еще на самом первом этапе нашего взаимодействия с нашими инвесторами, в нашей компании снижены риски отказа до менее чем 1% из всех тех кейсов, которые мы подаем. Буквально еще одну фразу скажу, что мы сопровождаем наших клиентов буквально за руку, предоставляем поддержку 24 на 7 и от первой консультации ведем до возврата инвестиций. Отлично, Ольга, спасибо большое. Я думаю, что контакты компании Immigrant Invest мы сейчас тоже разместим в нашем чате. Безусловно, запись нашего вебинара будет, так что все, кто является участником, все, кто срегистрировался на вебинар, его получат, эту запись. Но это будет, правда, не сегодня, а завтра или послезавтра. Ну, а теперь давайте переносимся на самый юго-запад европейского континента, говорим о Португалии. И, Ольга, несколько слов давайте вообще в общем о Португалии и о португальской программе, чем она интересна. Знаете, в нашей практике так сложилось, что вот те инвесторы, которые приходят к нам и выбирают эту программу, делятся на две категории. Первая категория – это те, кто никогда не был в стране и либо не слышал о том, что есть программа, либо слышал, ну, не вдавался в эти подробности, что это за программа. И есть вторая категория – те, кто бывал в этой стране, кому она нравится, знают, что есть программа, но никогда не рассматривали ее там прицельно, серьезно, да, или не понимали, какие может быть выгоды от того, что они получают этот ПНЖ. И вот именно поэтому я хотела бы пару слов сказать вот об этой стране. Португалия – это самое западное европейское государство, которое расположено на Пиренейском полуострове. С двух сторон, с запад и юг, государство омывается Атлантическим океаном. На востоке и севере граничит с Испанией. Площадь страны – 92212 тысяч квадратных километров. Население в стране – 10 миллионов, ну, чуть более 10 миллионов человек. И страна славится своими замечательными и свежайшими морепродуктами, в том числе и экзотическими, которые водятся только в этой стране, нигде больше. Неповторимый местный колорит. Сохранение самобытности этой страны тоже отличает ее от других стран. Страна очень безопасная. Дружелюбное местное население. Чистая экология. Понятно, что вследствие отсутствия каких-то там значимых и крупных промышленных предприятий. И, кроме того, страна – владательница многокилометровых шикарных пляжей. И это метка для серферов со всего мира. Я бы еще отметила, что сладости Португалии по праву конкурируют со знаменитыми итальянскими сладостями тоже. Ну и немногие знают, что в стране активно развивается система здравоохранения. И на текущий момент соотношение стоимости медицинской страховки и качества предоставляемых медицинских услуг сейчас самое оптимальное вообще во всей Европе. Я думаю, вы можете в этом убедиться, поскольку в свете последних событий, скажем так, каких-то особо страшных новостей из Португалии не поступает в связи с коронавирусом. Окей, Ольга, ну давайте теперь все-таки вернемся, пройдем к нашей программе. То есть о Португалии рассказали. Если мы говорим о португальской программе, ее базовые параметры, ее базовые условия и то, что мы, собственно... Ну, на что может рассчитывать заявитель, если он с португальской программы начинает работать? Да, сама программа появилась с октября 2012 года. И изменения в нее были внесены в 2015 году. И вот эти изменения сделали ее еще более привлекательным для инвесторов. Суть программы – это оформление европейского ВНЖ в Португалии за инвестиции от 350 тысяч евро. Но главным бонусом этой программы является то, что программа позволяет выйти на гражданство и получить паспорт Португалии уже через 5 лет. Без необходимости постоянного проживания в стране и с подтверждением только базового португальского языка. Достаточно необременительные условия по сравнению с другими программами. Итак, давайте посмотрим вот цифру 350 тысяч. Ну и это явно цифра требует некого комментария, потому что, ну, 350 – это понятно, а есть еще цифра в полмиллиона. Если мы все-таки говорим о тех инвестициях, которые есть, вот 350 и 500 – что это такое, во что я должен вложить деньги, чтобы Португалия начала рассматривать меня как потенциального обладателя ВНЖ? Да, Филипп, я бы хотела отметить, что все-таки Португалия, она тоже одна из немногих программ, которая предлагает своим инвесторам более 8 видов инвестиций. И инвестиции – это действительно от 350, можно их даже снизить до 250, и заканчивая миллионом евро. Это инвестиции и в недвижимость, коммерческая, жилая. Это инвестиции в недвижимость, которая построена более 30 лет назад и требует реновации. Вот тут как раз речь идет о сумме в 350 тысяч евро. Это инвестиции, расположенные, инвестиции в недвижимость, расположенные в зонах с малой плотностью населения. Там стоимость объектов может достигать до 280 тысяч с соответствующими скидками, которые предусмотрены программой для этих зон. И кроме того, есть инвестиции в создание бизнеса своей компании на территории Португалии, инвестиции от 350 тысяч евро для приобретения паев в инвестиционных фондах и инвестиции от миллиона евро в банковский депозит в португальском банке, ну или на покупку ценных бумаг государственного долга Португалии. То есть вариаций множество, но, как правило, 90% из наших инвесторов, из наших клиентов выбирают именно опцию покупки недвижимости, будь то коммерческая, будь то жилая, в зависимости от тех условий и требований и задач, которые стоят именно перед инвестором. Итак, если мы говорим о покупке недвижимости, давайте рассмотрим такой базовый основной вариант и потом отдельно коснемся варианта за 350 тысяч евро. Итак, что нужно купить за 500 тысяч евро с тем, чтобы претендовать на ВНЖ? От 500 тысяч евро покупается недвижимость либо новая, либо строящаяся, либо та, которая находится в зонах Лиссабона, Порту, в окружающих их городах. И та недвижимость, которая не подпадает под критерии необходимости реновации и то, что она была построена более 30 лет назад, и не подпадает под критерии нахождения в зонах с малой плотностью населения. То есть это базовое условие будет покупка недвижимости от 500 тысяч евро. Один или несколько объектов можно приобрести? Вы можете приобретать несколько объектов в рамках этой суммы. Все зависит от того, какие цели, задачи. Мы подберем любые. Окей. Если мы говорим о том, кто может претендовать на ВНЖ, какие здесь условия предоставляет Португалия? Я бы сказала, что программа будет интересна тем инвесторам, которые бы хотели получить доступ в Евросоюз, создать запасной аэродром. Выйти на европейский паспорт без спешки через пять лет. И которые, ну скажем, сейчас, да, в моменте не готовы вкладывать в европейский паспорт миллион или два с половиной миллионов евро. Их вполне устраивает пятилетний срок выхода на паспорт без необходимости постоянного проживания в стране. И для кого не обременительно условия того, что ему нужно будет проводить в стране семь дней в году всего, и через пять лет выучить португальский язык на базовом уровне. Это довольно-таки лояльное условие, которое выдвигает программа. И еще один момент, который хотела бы отметить. В рамках португальская программа сейчас одна из немногих, которые максимально лояльны к своим инвесторам. В плане проверки дюдилиженс, проверки активов, которые участвуют в программе. И возможности использовать эти активы комфортным образом для инвестора. Если мы говорим о членах семьи, кто вместе с заявителем имеет право претендовать на португальский ВНЖ при покупке недвижимости за 500 тысяч плюс? Вместе с супругами, вместе с инвестором может участвовать супруга, их дети до 18 лет. Также могут участвовать дети от 18 до 26 лет, если они обучаются на очной форме обучения в вузах. Не обязательно португальских? Не обязательно. По всему миру, пожалуйста. Да, это в любом вузе, хоть в российском, хоть в другой стране европейской. Это совершенно неважное главное условие, чтобы это обучение было очное. В некоторых случаях португальская программа допускает участие родителей, которые финансово зависимы от основного инвестора и проживают с ним на одной же площади, прописанной, либо если инвестор полностью несет все затраты на своих родителей. С чего нужно начать? Как вообще происходит процедура получения португальского ВНЖ? В каком порядке, в базовом случае нужно совершать действие заявителя? Ну, самое первое, это выбрать инвестиционный вариант. Если это выбирается недвижимость, соответственно, ранее наш инвестор приезжал в Португалию, смотрел объекты, выбирал для себя объекты. В этот же приезд он открывал счет в португальском банке и получал налоговый номер иностранца. Это вот базовые условия, которые необходимы в этой программе на самых первых шагах. Да-да, но это было как бы до, да? Сейчас приехать, мягко скажем, невозможно, но по сути невозможно, да? Как это происходит сейчас? На самом деле и португальская программа, как и другие, быстро адаптировалась под текущие условия, под условия закрытых границ, и все процедуры перевела в онлайн-режим. Недвижимость выбрать, никакой нет сложности в том, чтобы выбрать объект недвижимости. Онлайн мы предоставим по любому объекту документацию, анализ этого объекта, анализ документации по объекту, предоставим видео объекта, как готового, так и на стадии строительства, с привязкой к местности, с обзором прилегающей инфраструктуры, то есть абсолютно полное описание, чтобы максимальное было понимание, что это за объект. Кроме того, все действия по открытию счета в банке сейчас тоже можно сделать онлайн. И получить налоговый номер иностранца тоже можно сделать онлайн. Простите, что значит сделать онлайн? То есть я, допустим, обращаюсь, ну, допустим, к вам в компанию, и говорю, вот все, у меня есть определенный интерес, ну, выбрал объект, то, что объект можно выбрать удаленно, это, в общем, понятно, мы об этом с вами на предыдущих вебинарах говорили, но вот если я хочу там открыть счет, так ли просто мне откроют счет, вот как я получу этот ID-номер, не находясь в Португалии, меня же должны каким-то образом проверить? На самом деле открыть счет возможно. Пакет документов, он не такой большой, как по другим программам. Все мы оформляем дистанционно, потому что документы можно предоставить в копиях. Копии заверяются и переводятся на португальский язык. Самой Португалии заверяется сертифицированным португальскими переводчиками. И все документы, кроме того, в России мы можем оформить доверенность нотариальную на действия адвоката нашего локального, который находится в Португалии, и он уже все дальнейшие действия может совершать на территории Португалии абсолютно без проблем и на законных основаниях. То есть, ну, важный момент, это найти того нотариуса, который сейчас, условно говоря, работает, и прийти к нему вот с этим набором документов. Ну, все равно, нотариус работал сейчас, безусловно, но вот эта история следующая. Окей. В каком случае, вернее, когда первый раз тебе реально нужно появиться в Португалии в случае прохождения вот всей этой процедуры? Купить удаленно можешь? Вроде как, да, можешь. Или не можешь? То есть все процедуры чисто по покупке можешь провести? Все можно провести, да, потому что адвокат действует, опять же, на основании доверенности по согласованию всех действий именно с инвестором. Это все проявляется. А если мы говорим о том, вот именно процедуре, связанной именно с получением вида на жительство, здесь первый раз должен получить? Да. Смотрите, ранее наши клиенты приезжали для подачи на биометрию на ВНЖ. Соответственно, сейчас, опять же, в Португалии эта процедура несколько видоизменена. И документы, все готовые пакеты документов в электронном виде можно подать на электронном портале службы иммиграции Португалии. И в этот же момент, когда мы подаем эти документы, соответственно, можно забронировать дату подачи на ВНЖ и на биометрию. Хотела бы, знаете, отметить, что вот уже сейчас, пока часть инвесторов заняли выжидательную позицию, а часть, наоборот, активизировались, как показывает статистика нашей компании, запись на биометрию составляет уже на июль. И я бы хотела отметить, что и ранее период ожидания свободных дат на подачу на биометрию составлял от двух месяцев и более. Сейчас можете себе представить, да, что когда откроют границы, это количество инвесторов и тех, кто собирается подать на ВНЖ, увеличится в разы. И тут уже речь может идти о том, что эта запись будет уже не на два месяца вперед, а на пять, шесть, а то и восемь. Поэтому выгодно именно сейчас это место за собой закрепить, забронировать, все действия совершить и забронировать ту дату биометрии, которая будет комфортом после открытия границ. Смотрите, тоже, да, хочу уточнить, ну, даже не уточнить, а потом подтвердить ваши слова. Недавно новость прошла, что с 30 марта по 1 июля служба по делам иностранцев и границ Португалии объявила о закрытии на эти даты всех офисов, ну, по понятным вопросам в связи с предотвращением вспышки вот этой COVID. Соответственно, обработка заявок, она приостановлена и возобновится в хронологическом порядке с 1 июля. Ну, и, собственно, кстати, второй раз в истории португальцы приостановили эту программу, но первый раз это было в 2015 году, и, собственно, это было связано со внутренними такими португальскими проблемами. Итак, Ольга, давайте тогда все-таки продолжим историю, связанную с подачей документов. То есть ты приезжаешь в Португалию для того, чтобы дать биометрию, да, к тому времени, чтобы уже запустить программу недвижимости, у тебя уже должна была... Недвижимость уже должна была... Да, приобретена. Да, приобретена. Все верно. Приобретение недвижимости – это первый шаг, который предусмотрен в рамках программы. И наряду с приобретением недвижимости необходимо открыть счет в португальском банке и, соответственно, получить налоговый номер иностранца. Так как я сказала, что сейчас недвижимость можно приобретать онлайн, и все эти действия тоже можно совершать онлайн, то никакой проблемы в этом нет. Единственное, вот я еще хотела бы... Ваши слова, да, вот по той новости, что португальская служба СЭФ закрыта. Да, на самом деле она закрыта для приема физического документа, но портал этой службы открыт для приема в электронной подаче документов. И буквально на предыдущей неделе мы подавали документы одного из наших клиентов, и никакой сложности это не составило. Ну да, соглашусь, речь идет именно о физической возможности. Да, электронной, кстати, во многих европейских, да и не только в европейских странах, собственно, электронная жизнь продолжается. И еще, кстати, одну новость скажу в продолжении того, о чем Ольга рассказывала. В первом квартале 2020 года, вот в эту программу, о которой мы сейчас говорим, инвесторы вложили 120 миллионов евро. Это показатель несколько меньше, чем за довольно долгий период предшествующий, но по понятной причине основными заявителями в Португалии всегда традиционно были китайцы, а они как раз перестали приезжать в Старый Свет еще, по сути, с начала года. И, соответственно, произошло вот это естественное уменьшение, но, тем не менее, действительно есть все основания полагать, что через какое-то время ситуация придет в свою норму. Но вот португальцы называют срок пока, они назвали его как 1 июля. Все верно. Филипп, можно буквально пару слов, резюмирую ваше заявление. Да, действительно, спад китайских инвесторов наблюдался, ну, в силу той ситуации, которая сложилась в мире, но, тем не менее, уже сейчас, наверное, многие знают, да, что в Китае ситуация, обстановка нормализуется, и мы наблюдаем то, что китайские инвесторы сейчас очень активно стали снова заходить в программы, в том числе интересоваться португальской программой. И, то есть, их интерес возрастает, соответственно, те объекты, которые сейчас в Португалии можно приобрести с достаточно большой скидкой. Самые привлекательные объекты, да, которые ранее, скажем, быстро раскупались, но сейчас они есть, да, либо вот были такие случаи нашей практики, буквально недавно мы узнали, что несколько очень интересных объектов освободились только в силу того, что китайские инвесторы, скажем, отменили эти сделки в силу обстоятельств. И вот сейчас есть возможность как раз забрать те лучшие объекты, которые есть по стоимости, которые со значительными скидками готовы идти на это продавцы в Португалии. И плюс пока еще вот волна именно китайских инвесторов снова не началась. Ясно. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о проверках, вы сказали, что есть проверки, они в каждой стране, понятное дело, свои, понятное дело, ну, те базовые вещи, которые проверяют, проверяют источник доходов и так далее. Но в целом, вот как происходит проверка у вас и как происходит в дальнейшем проверка в самой Португалии, к чему здесь надо готовиться инвесторам и какие документы, в каком виде им нужно готовить? Ну, как я сказала, да, что в нашей компании есть compliance department, который уже на стадии начала работы с клиентом, проверяет его репутационные риски, риски отрасли, возможные там негативные, наличие негативной информации, которая существует об инвесторе. Все то, что может помешать инвестору пройти успешно due diligence по программе той, которую он выбирает, в частности по португальской. И так как португальская программа более лояльно относится к своим инвесторам, то в рамках этой программы основное и главное условие – это отсутствие судимости у инвестора на территории любой страны, где бы он ни бывал, и если он имеет какие-то ВНЖ в других странах, соответственно, там тоже у него не должно быть судимости. И подтверждение легальности заработанных средств, которые участвуют в программе. Согласитесь, что гораздо проще инвестору подтвердить легальность заработанных средств от 500 тысяч или 350 тысяч, в зависимости от того, какую инвестицию он выбирает, нежели, ну, например, подтвердить те же миллионы, там 2,5 миллиона евро. Так, а подтверждать нужно, ну, по крайней мере, сумму в рамках вот той инвестиции, которую он совершает? Да, все верно, да, все верно. Давайте тогда буквально несколько слов вот об этих двух суммах. Все-таки вы назвали цифру в 500 и есть цифра в 350. Это немножко другая история. Все-таки если мы говорим 350, вот что это за объекты, и в вашей практике был ли опыт, когда человек через эту программу, ну, то есть через все-таки заметно сниженную сумму получал вид на жительство? Да, и в нашей практике выбирают как объекты от 500 тысяч, так и большей стоимости, так и объекты от 350 тысяч. 350 тысяч – это объекты, которые были построены в Португалии более 30 лет назад и ни разу не подвергались реновации. Что это значит? Что, как правило, в эту сумму инвестиций уже вложены затраты на то, чтобы этот объект реновировать, то есть освежить его, да, там привести красивый вид, более свеженький сделать его. И в то же время это значительно снижает для многих инвесторов вход в программу. Но, возможно, вот моя коллега Наталья, она как раз более детально расскажет уже о том, какие это объекты, в каких районах и где это интересно, да, где наши инвесторы покупают. Ну, давайте тогда, Наталья, к вам обращаюсь уже, раз мы завели речь уже о конкретных объектах. Наталья, у нас несколько слов о том, а где вообще покупают в Португалии, потому что этот слайд частично как раз проезд. Да, да, Филипп, хорошо. Я немножко, наверное, продолжу высказывание Ольги, да, немножко закончу мысль, про которую Ольга только что говорила, да, эти объекты за 350 тысяч и где они могут быть. На самом деле они могут быть где угодно, на всей территории Португалии. Естественно, можно найти очень интересные объекты и в тех регионах, которые наиболее интересны и привлекательны для инвестиций. Это, естественно, зона региона Лиссабон и Порту. Как раз на этой карте вы и видите подтверждение моих слов. По данным Эрстен Янг, данные регионы являются лидерами по привлекательности для инвесторов. В кругах большими цифрами, которые находятся выше, чем маленький шрифт, это данные на 2019 год, внизу данные на 2018 год. Обратите, пожалуйста, внимание, что первое место Лиссабон 52%, затем идет Порту и Северная Португалия 27%, далее Центральная Португалия, Алгарве идет на четвертом месте, и уже потом идет Мадейра и Азорские острова с Алиентом. Далее, смотрите, что мы здесь можем сказать. Вот, пожалуйста, на данном слайде мы вам хотели бы продемонстрировать рост средней стоимости недвижимости по основным городам, так скажем, драйверам в Португалии. Здесь вы можете видеть... Ну, Лиссабон наиболее характерный, да? Абсолютно. К сожалению, мелкий шрифт не все могут увидеть. То есть вот Лиссабон показывает рост. Надо помнить, что Португалия первой, по-моему, в 2013 году из южных стран, я имею в виду из южных стран Европы, завершила свою историю, связанную с падением стоимости недвижимости. Чуть позже Испания к ней присоединилась, но вот как раз наиболее явный регион, такой Лиссабон в данном случае... Абсолютно верно. ...наиболее характерной историей. Да, да, да. Абсолютно верно. Что касается настоящей ситуации, да? Давайте. Да, куда же все-таки стоит инвестировать? Какие самые популярные регионы? И что же нам делать, если вдруг, а может быть и не вдруг, Португалия закроет для программы зону Лиссабона и зону Порту? Простите, Наталья, да, сразу хочу перебить, вы прямо меня опередили. На самом деле надо вспомнить вот о чем. Несколько недель назад, я думаю, что, может быть, пару месяцев назад, прошла информация о том, почему, собственно, вообще зашла речь о том, что Лиссабон и Порту могут быть закрыты. Это не наша там с Натальей фантазия, это просто было, по сути, объявление, причем по сути официальное, о том, что Лиссабон и Порту уходят из программы, и если я правильно помню, речь шла, по-моему, там от... С 2021 года. С начала 2021 года, и, ну, не скажу, что это стало для инвесторов уж прям так шоком, но кого-то это неприятно удивило, поскольку, ну, как Наталья и показала, Порту и Лиссабон – это два самых популярных регионов инвесторов, и вот теперь говорят, что вкладывайте куда угодно, кроме Порту и Лиссабона. Наталья, что происходит сейчас? Ну, на самом деле, Филипп, давайте не будем пугать наших слушателей. Дело в том, что окончательного решения нет, поскольку мы все понимаем, какая сейчас вкладывается ситуация, да, в мире, и поэтому правительство Португалии, возможно, примет решение иное, так как, естественно, инвестиции в страну нужны, так как все, в общем-то, пошло не по плану, как и у всех, да, с точки зрения экономики и ситуации в стране, поэтому будем надеяться, что все-таки финальное решение будет принято, и данные регионы не будут исключены из программы. Ну, опять же, посмотрим, да, как будет развиваться ситуация дальше. Ну, то есть, условно говоря, до 2021 года, пожалуйста. Время есть, конечно. До 2021 года в любом случае Лиссабон и Порту не закрыты. Давайте в двух словах, если мы про Лиссабон и Порту еще, безусловно, с вами поговорим отдельно, несколько слов, ну, о тех регионах, где цифры инвестиционные гораздо скромнее. Все-таки, ну, например, Алгарве, весьма и весьма примечательное место, тем более, если мы говорим о классических курортах европейских, то именно здесь, по сути, ведь они находятся. Да, 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 абсолютно верно. И хотелось бы сказать, что все-таки это самый дорогой регион Португалии, и некоторые локации данного региона считаются одним из самых дорогих в Европе и дорогостоящих, да. И, естественно, здесь потрясающе, как Ольга сказала в самом начале, да, здесь потрясающая природа, здесь потрясающие пляжи, здесь очень комфортная температура. Большинство покупателей данного региона, да, но и не только данного, это британцы, французы, швейцарцы, да, которые хотят, и, кстати, достаточно большое количество именно людей пенсионного возраста, которые хотят провести там в комфортных условиях при комфортной температуре свою старость, да. И, как правило, в данном регионе есть еще такой тип инвесторов, да, где это не их первая и не их последняя недвижимость. Поэтому там достаточно большой выбор элитных каких-то объектов, да, там большое количество число гольф-курортов, там причалы для яхт, там все, что угодно, да, для курорта, для отдыха и, в общем-то, прекрасное место. Наталья, если мы говорим о, ну, как вот сказала Ольга в самом начале, можно вкладывать в один объект, можно вкладывать в несколько объектов. Ваш опыт показывает, что подавляющее большинство инвесторов, тех, кто работает с вами, они берут один объект или несколько? И какие, какая здесь логика, какой логикой они руководствуются? Ну, вы знаете, в любом случае, да, самая главная логика в следующем, что для начала мы должны, прежде чем покупать недвижимость, мы должны определиться с целью нашей покупки. Для чего мы ее покупаем? Может быть, жить где-то комфортно для себя на роскошной вилле, да? Может быть, мы приобретем квартиру, будем ее удачно сдавать в очень хорошем ходовом регионе, например, центральном, да, в столице. Либо мы выберем, может быть, две квартиры в студенческом районе, будем их сдавать студентам. Здесь все зависит от нашей цели. Но в любом случае, любой клиент, любой покупатель недвижимости хочет, чтобы его недвижимость была ликвидной и рентабельной. Это, естественно, основные цели. Поэтому это достаточно важно. Ну, тогда, хорошо, давайте тогда ответим на вопрос, что, на ваш взгляд, что, на ваш взгляд, является наиболее рентабельным в Португалии сейчас? Это все-таки Лиссабон, Порту, или это именно курортная история? И перед тем, как вы ответите на этот вопрос, обращусь к Алексею. Рассылка по Карибам будет сегодня, во второй половине дня. Материал, кстати, с компанией «Мигрант Инвест» уже вышел. Я думаю, что мы сейчас можем ссылочку просто его сюда кинуть. Итак, пожалуйста. Хочу сказать, что наибольший рост, естественно, по рентабельности занимает, конечно же, Лиссабон. Не приходится с этим спорить, да. Далее идет Порту. Поэтому Лиссабон и окрестности. Также хороший рост показывают центральная Португалия. Там есть достаточно много университетов и школ, где, да, вот в частности, например, город Каимбра, да, и там университет. И, соответственно, вся недвижимость, которая находится близко к университетам, к международным школам, она, естественно, будет очень хорошо сдаваться и не зависит от туристического потока. Это тоже немаловажно. И нужно клиентам рассматривать данные варианты, как, в общем-то, непрерывное поступление, да, какой-то доходности от купления недвижимости. Ну, кстати, эти данные еще за начало 2020 года. Действительно студенческие апартаменты именно в Португалии относительно популярны. Говорю относительно, потому что есть, безусловно, такие страны, где, там, даже Германия, где, понятное дело, что студенческая недвижимость, учитывая мощь образовательную этой страны, она невероятна. Но, тем не менее, 500 миллионов евро были инвестированы за последние 10 лет на студенческие апартаменты. Действительно, в Португалии эта история все более и более набирает популярность. В двух словах... Да, вы знаете, еще хотелось бы отметить такой момент. Да-да-да, пожалуйста. Вас слышно? Могу говорить, Филипп. Да-да-да, конечно, конечно, Наталья, пожалуйста. Хотелось... Да-да-да, да. Хотелось бы, вот, коли мы сейчас говорим про школы и про университеты, да, я хочу сказать, что наши клиенты очень часто выбирают ту недвижимость, главный их цель является, чтобы рядом были школы и университеты. И мы уже далее идем подбирать объект недвижимости, исходя из этих целей. И в настоящий момент, и не только в настоящий момент, вообще поступить и записаться в португальские школы, иногда не совсем просто. Но вот сейчас как раз очень удобный момент это сделать, и клиенты, у которых есть дети, кто хочет переехать в Португалию, пожалуйста, прислушайтесь к этому, что невозможно, а так и есть люди, которые из других государств, французы, британцы, например, да, которые хотели бы переехать в Португалию, но по настоящим причинам отложили данную сделку, например, да, что касается недвижимости или оформления программы, места, в которые были записаны дети школы, да, могут освободиться. Поэтому вот это очень тоже интересный момент, который сейчас существует, который можно использовать для записи именно международной школы. Давайте теперь несколько слов о конкретных примерах. Поговорим о том, что происходит в Лиссабоне, что происходит в Порту, ну и просто вот примеры тех объектов, которые ваша компания предлагает для потенциальных инвесторов, для потенциальных заявителей на вид на жильство, на золотую визу. Итак, недвижимость в Порту, пожалуйста. И вообще несколько слов о Порту, что интересно там. Мне хотелось бы отметить, что на самом деле Порту была столицей Португалии с древнейших времен. И я думаю, что многие знают о том, что и само название страны произошло от этого города. И да, в общем-то, понятно, что Порту – это портовый город, видный из названия. Поэтому здесь сосредоточена такая, как вам сказать, урбанистическая жизнь страны. Соответственно, здесь очень много и торговых, и финансовых, и промышленных предприятий. В городе расположено несколько университетов. Естественно, это вторая столица Португалии. Что касается вообще полностью всей общественной жизни. И, в общем-то, цены на недвижимость в Порту могут быть достаточно дорогими, как мы видим, например, из данных примеров. Мы специально здесь подобрали такую разницу в стоимости, чтобы мы могли понимать, за что мы можем платить в том либо ином регионе Порту. Пожалуйста, посмотрите. Цены могут быть абсолютно разные. Уютные мобилированные апартаменты. Это история под сдачу или это история для собственного проживания? Вы знаете, на самом деле, может быть, и то, и то, но, в общем-то, конечно, это лучше бы под сдачу нам подойдет. Несомненно. Дом роскошный с пятью спальнями, это, ну, в общем-то, наверное, мы для себя посмотрим. Скорее всего. Потому что сдать его будет гораздо более проблематичнее, нежели, да, двухкомнатные апартаменты или однокомнатные апартаменты в Порту где-то. Ну, смотрите, 120 квадратных метров, 385 тысяч. Это новостройка или это вторичка? Нет, это вторичка. Это вторичка. Это уже вторичка. Ну, цифра получается, примерно, около 3,5 тысяч евро за квадратный метр. 3,5 тысяч... Может быть, и дешевле. Может быть, давайте... Ну, может, найти дешевле, да. Если мы говорим, ну, скажем, совсем бюджетных вариантов, 100, 120 тысяч, вот такие цифры возможны, если мы говорим о Порту, например, и имеет ли смысл их рассматривать, ну, вот, потому что, смотрите, 385 тысяч, которые вы назвали, это же история все равно до 500 не дотягивает. Соответственно, надо бы что-то еще... Не дотягивает. Нам нужно две таких, да, да. Ну, либо там... Две это уже будет запасом, да, соответственно, все-таки вот схема 385, там, и 120, 150. Насколько она реальна, и о какой доходности тогда в том и в другом случае мы можем говорить? Чего можно добиться? Ну, смотрите, если мы с вами будем рассматривать квартиру в Порту, в районе Порту, за пределами центра, центра города, это будет порядка... мы можем найти порядка 800 евро за квадратный метр. Это... Такая цифра... Насколько это жилье сдаваемого аренду, и насколько это жилье ликвидно? Я думаю, что, несомненно, мы сможем найти арендаторов. Это естественно, потому что, ну, как я уже сказала, сам город Порту говорит о том, что это драйвер, да, это абсолютно... И не будем забывать, что расстояния там не такие, как у нас, да. Соответственно, через мост от Порту уже идет другой город, Новая Вилла де Гайя, да. И там напротив, как раз Порту, буквально через мост, огромный центр по производству портвейна. Представляете, сколько там вообще людей, да? Сколько там... Сколько там веселых людей. Абсолютно. Сколько там туристов, да? То есть сколько там студентов. Смотрите. Ну, хорошо. Вот если мы говорим про вот это, ну, бюджетные варианты, там 100-120 тысяч евро, то, что вы сказали, 800 евро за квадратный метр, ну, то есть, соответственно, может быть, даже и там меньше 100, что-то можно найти наверняка. Речь идет все-таки о краткосрочной аренде или о долгосрочной. И вот Антонина, коллега ваша, написала о 4% доходности. Ну, 4% цифры, ну, конечно, не бог весь какая, но тем не менее. Несколько слов об этом. На что можно рассчитывать, какие здесь параметры влияют в ту или иную сторону? Ну, здесь, конечно, мы будем говорить все-таки о долгосрочной аренде больше, да? Потому что краткосрочность все-таки больше рассчитана на туристов, да? Которые приезжают в город и хотят быть все-таки ближе к центру. Будем, наверное, думать так. Поэтому 4% в принципе это нормальная цифра, если мы берем в среднем по Португалии, да? Может быть и 5, и 6. В Лиссабоне это может быть 8. То есть Лиссабон, он более доходный, чем Порту? Ну, так. Конечно, конечно. В среднем и... А почему? Из-за туризма? Ну, во-первых, вы знаете, конечно же, из-за туризма, но плюс, не будем забывать, что это столица, то есть все предприятия, да, основные, все финансовые учреждения, государственные учреждения, опять же, много университетов. И, в общем-то, и недвижимость там показывает больший рост, да, насколько мы видели с вами из графика в Лиссабоне. Поэтому прекрасные рядом регионы, да, у Лиссабона. Все-таки недалеко можно и до пляжей доехать. Поэтому здесь... Вот два примера лиссабонские, они по ценам очень похожи на то, что мы говорили о Порту. Ну, понятное дело, что тут два примера, два примера, это не показатель в рамках целой... Абсолютно верно. Но, тем не менее, если мы говорим, вот там минимальный бюджет в Порту, это, ну, вы назвали цифру, там, скажем, 100 тысяч евро, то, что вы можете подыскать, посмотреть. Если мы говорим о Лиссабоне, что такое бюджетный вариант? И здесь, кстати, вариант уже по 6-7 тысяч евро за квадрат, как я понимаю. Да, да, да. Абсолютно верно. А если мы берем в среднем Лиссабон, то стоимость квадратного метра в среднем, это где-то будет 3,5-4 тысячи евро. В Лиссабоне мы можем найти там за пределами центра города порядка 1500 евро квадратный метр. Можем найти такую недвижимость. Поэтому вариантов много. Здесь также могут быть варианты за 380. Здесь вот, про которые мы с вами говорили, да, если у нас объект недвижимости старше 30 лет. Здесь у нас такие варианты в Лиссабоне есть. Но, простите, те вот современные апартаменты, которые вы сказали, это не они. То есть современные апартаменты, например, за 390, это все-таки новый новый объект. Да, да. Они не входят в программу, нет. Нет, это новый. Но, если мы... Ну, то есть старичка, да, но не новостроительная. То есть в Лиссабоне как раз вот эта история 350 тысяч, найти какой-то старый, ну, 350 тысяч плюс. Найти какой-то старый объект, в принципе, можно с большей вероятностью. Можно. Абсолютно. Можно. Просят привести примеры по Алгарве, но, насколько я понимаю, в презентации этих примеров нет, но вот ваш взгляд на Алгарве, то есть то, что вы разговаривали, Наталья, ну, создает впечатление, что все-таки Алгарве это, условно говоря, больше для себя, и вообще курортная недвижимость, это, конечно, феномен заманчивый, но при этом гораздо, ну, такой, менее надежный, особенно если мы говорим, сравнивая с столичными городами. В какой степени для Португалии это так, и на что можно рассчитывать в Алгарве? В Алгарве мы будем рассчитывать в среднем где-то на 2000-2300 евро за квадратный метр можно будет найти и, в принципе, подешевле, ну, может быть, за 1000 евро квадратный метр есть такие варианты. Есть, можно подешевле. Конечно же, там большой выбор и таунхаусов, и вилл, и, собственно, и аптаментов. Если мы говорим о доходности, что можно найти в Алгарве и, ну, все-таки, если главная цель инвестора это доход, вы ему в Алгарве, вот, положа руку на сердце, порекомендуете или все-таки смотрите столичные города? Порекомендовать, конечно, можно, да, там, по крайней мере, до настоящего времени доходность могла бы быть и 6%, да, 5-6% Алгарве, так как в основном, конечно же, это место, которое связано с отдыхом, да, то есть курортные регионы. Большинство, естественно, сдается под, недвижимость сдается под туристов, да, поэтому в настоящий момент там можно сейчас купить недвижимость по очень хорошей скидке. То есть вот сейчас момент и его можно использовать. То есть в любом регионе сейчас можно так либо иначе, да, сыграть на том, что сейчас происходит. Поэтому и уже такие у нас примеры есть, когда люди, которые владеют, например, виллами, хотят их быстро продать и готовы обсуждать очень хорошие скидки. Но все-таки вы так ответите, пожалуйста, на вопрос. Вот приходит к вам человек, хочет именно с инвестиционной точки зрения рассмотреть свою покупку 500 тысяч плюс. Вот причем ну сам он не планирует особо в Португалии жить, ну будет бывать время от времени. Что вы ему все-таки порекомендуете? То есть какой вариант ему будет наиболее интересен? Пожалуйста. Вы знаете, вот я буду говорить сейчас опять же про настоящий момент, что происходит сейчас на рынке, да? Сейчас бы я очень порекомендовала бы покупать жилье в новостройках, потому что в ближайшие месяцы, когда пандемия закончится, она закончится, у нас других вариантов нет, будет очень большой дефицит в новостройках, потому что застройщики сейчас хотят распродать то, что у них сейчас есть, не готовы далее вкладываться в новые объекты, потому что непонятно, как будет развиваться ситуация, также не так легко будет получить кредит, как это было до пандемии, поэтому и у нас такие примеры есть, поэтому новые квартиры сейчас очень быстро раскупаются, бронируются очень быстро, вот я бы советовала. Ну, то, о чем мы не говорили, вот вопрос из фейсбука поступил от одного из наших зрителей, значит, продать инвестиционную недвижимость лет пять нельзя, об этом после того, как вы купили недвижимость под программу, да, об этом мы говорили, есть информация о том, какие районы в большом Лиссабоне остаются в программе двадцать первого года, ну, частично мы на этот вопрос с вами ответили, но, не знаю, Наталья или Ольга повторим еще раз, потому что, вот, как я понимаю, стопроцентная история вот с информационной программой, с информацией о будущем программы пока непонятно. Да, Филипп, все верно, дело в том, что официальное, официальное заявление и официальной публикации о том, что эти города будут исключены и когда они будут исключены или в каком виде они будут исключены, да, ее до сих пор нет. И более того, помимо того, чтобы просто исключить эти города из программы для покупки объектов под ВНЖ, рассматривался также и вопрос о том, чтобы просто увеличить стоимость этих объектов, если их выбирают именно в Лиссабоне или в Порту. Поэтому говорить сейчас о том, что это будет на сто процентов и в том виде, как это сейчас позиционируется, наверное, немножечко преждевременно. Все-таки давайте дождемся какой-то официальной публикации от португальских властей. Это будет правильно на самом деле. Ясно. Ну, смотрите, тут есть еще один вопрос. Не знаю, насколько вы прямо сейчас сможете на него ответить или, может быть, в частной беседе потом нашему зрителю из Фейсбука вы ответите. Вопрос звучит так, что в программе есть пункт, действительно, вот 350 тысяч евро в португальскую компанию, то, что вы, Ольга, в самом начале говорили, плюс создание пяти рабочих мест. Какая-то подробность, вот могут ли в эти пять мест входить сами инвесторы в виде, скажем, директора португальского ООО, или это должны быть просто наемные сотрудники? Можете ответить сейчас? Да, дело в том, что это действительно опция есть. Можно либо создать свою компанию с нуля, создать пять рабочих мест, инвестиция составит в компанию 350 тысяч евро, вам нужно будет предоставить подробный бизнес-план, каким образом и на что вы будете инвестировать эти 350 евро для развития компании. Пять сотрудников должно быть португальцев, португальцев именно. Это смысл этой опции, именно создание рабочих мест для португальцев. И компания должна работать не менее чем три года. Но так как наша цель выйти все-таки на гражданство, поэтому продлить действие, ну, скажем так, жизни этой компании нужно еще на три года. Соответственно, у вас она как минимум в шесть лет должна быть, рабочей быть. Плюс компания действительно должна быть рабочей, она должна платить налоги, не номинальные, соответственно. В самом начале нашей беседы пока мы с вами обсуждали особенности португальской программы и говорили о пошаговом сценарии, у нас в чате развернулась такая горячая дискуссия, посвященная тому, а как, собственно, сдавать экзамен языковой и вообще о программе гражданства, вернее, о переходе инвестора и статуса обладателя ВНЖ, там в ПМЖ и дальше в гражданство. Давайте несколько слов сейчас об этом, Коля, ну, вопрос о недвижимости мы так примерно затронули, более-менее история понятна, потом просто в конце подведем итог. Если мы говорим о программе гражданства, во-первых, ты должен, что ты должен сделать, чтобы потом иметь возможность претендовать на него и что ты должен делать со своей недвижимостью, как ты должен подтверждать и продлевать свое право на ВНЖ. Да, все верно. Через, по, в рамках программы и по закону Португалии о гражданстве инвестор, который зашел по инвестиционным условиям и получил золотой ВНЖ Португалии, через пять лет может подавать на ПМЖ постоянный статус и на гражданство. Почему эти процедуры происходят практически одновременно? Поскольку ПМЖ рассматривается довольно-таки быстро и карта ПМЖ выдается там пару недель рассматривается, заявление на гражданство рассматривается до года. Что необходимо будет подтвердить для того, чтобы подать заявление и какие документы нужно будет подать именно на ПМЖ и на гражданство, на обе эти опции? Во-первых, это подтверждение того, что вы продолжаете владеть той инвестиционной недвижимостью либо там компанией, на основании которой вы получали вообще этот золотой ВНЖ. Это первое. Второе. Нужно будет подтвердить, что в течение пяти лет в совокупности вы пребывали на территории Португалии не менее 35 дней. Ну, то есть 7 дней в году. Если вы были там дольше, это только в плюс будет. Третье условие – это отсутствие судимости как в стране гражданства своего основного, так и на территории Португалии и на территории других стран. То есть полное отсутствие судимости. Это третье. И четвертое. У вас должно быть подтверждение о том, что вы не имеете задолженности по налогам в Португалии. Потому что если вы сдавали недвижимость, соответственно, вы платили какой-то налог за тот доход, который получали, за саму недвижимость. Это тоже одно из обязательных условий. Ну и, подходя к вопросу о знании языка, на самом деле у нас есть рекомендации, как лучше всего и проще всего для инвесторов подтвердить это знание языка. Мы рекомендуем в последний год перед подачей документов на ПМЖ и на гражданство пожить в Португалии месяц-два, если есть такая возможность, и походить на курсы португальского языка, официальные курсы, которые вам выдадут сертификат о знании этого языка. И этот сертификат можно подать в том пакете документов, которые вы подаете на гражданство. Сколько стоят такие курсы? И насколько, ну хорошо, в Лиссабоне, в Порту, Волгарве, они есть везде? Или это все-таки такая особая история? Курсы... В Лиссабоне точно есть курсы, потому что, ну, как правило, большинство наших инвесторов именно в Лиссабоне или вокруг, да, в прилегающих городах приобретали недвижимость в рамках программы. И курсы... Можем подобрать несколько вариантов. То есть это, наверное, по стоимости мы предложим несколько вариантов, но самые комфортные для инвестора он выберет. Ну, то есть по стоимости примерно среди... Сколько это может стоить? Там сотни евро? 100, 200, 500, 1000? Нет, это не такая дорогая опция. Для наших инвесторов она не составляет значительных затрат. Ну, понятно, ладно. Только временных, я бы сказала, потому что время – это самый ценный ресурс. Скажите, Ольга, по вашему опыту, вот на всей процедуре во время всего периода получения ВНЖ люди, которые обращаются к вам, с какой максимальной трудностью сталкиваются? Потому что мы с вами говорили об истории там Кипра, Мальты и о том, что ну, там на ранней стадии уже выясняется, что человек там не может претендовать к причин, особенно в строгой Мальте. Говорили с вами в пятницу о Карибах, там было все проще. Вот какое место занимает Португалия и возможность связать себя именно с этой страной? Какие здесь могут быть основные трудности, с чем сталкиваются люди? Ну, как я уже сказала в самом начале, когда презентовала эту программу, эта программа сейчас является одной из немногих самых лояльных к своим инвесторам, потому что страна заинтересована в инвестициях, она лояльно подходит к тем, кто участвует в них. У нее практически нет списка стран, которые находятся там в стоп-листей, и граждане которых не могут участвовать в программе. Это большая отличительная особенность вообще от многих. И самое главное, в этой программе к инвестору предъявляется требование отсутствия судимости. То есть, вот если мы говорим как на Карибах, даже если была судимость, нужно смотреть, когда, какая, анализировать кейс и каким-то образом уже афидевитом разъяснять ситуацию. Если судимость была у того инвестора, который подается на золотой ВНЖ Португалии, тоже нужно юристам оценить, какая была судимость, когда она была, по каким основаниям, какой правовой статус инвестора на текущий момент. То есть, понимаете, да, есть требования о том, что отсутствие судимости, то есть справка нестимости должна быть чистая, но при грамотном подходе, грамотном понимании, да, каким образом для Португалии разъяснить правовой статус инвестора, вот мы это делаем. Отлично. Давайте тогда, ну, уже немножко подводить итог нашей беседы. Значит, еще разочек в двух словах. Что можно сделать в нынешних условиях удаленно тому, кто заинтересован в получении португальского ВНЖ, с чего начать прямо сейчас и в каком случае и когда в любом случае в Португалию придется приезжать? Пожалуйста. Удаленно процессы можно сделать как и выбор недвижимости, так и открытие счета в банке и получение налогового номера. То есть эти процедуры сейчас можно сделать удаленно, это не составляет труда. Подать документы на ВНЖ в электронном виде также возможно. Приехать в Португалию вам придется не ранее, чем в июле или в августе, в зависимости от того, на какие даты сейчас уже открывается календарь дат подачи на биометрию в самой Португалии. То есть вот как я уже сказала, ранее мы записали клиента уже на июль, то есть с июля планируется уже подачи открыть. Все дальнейшие инвесторы соответственно будут в очереди уже двигаться вперед на подачу. Но все процедуры, которые предварительные, которые до того, как подать будет необходимость приехать в Португалию, сейчас можно выполнить удаленно, и выполнить это дистанционно и сделать это онлайн, чего вот не было раньше. После приезда в Португалию и вот сдачи всех этих необходимых процедур, прохождения необходимых процедур, через какое время после этого приходит положительное, дай бог, или не дай бог отрицательное решение, сколько при этом тебе ждать? На самом деле, Филипп, так как программа действительно пользовалась очень высоким спросом, ранее рассматривались заявки инвесторов от четырех, в некоторых случаях до восьми месяцев. Это за редким исключением, если это Лиссабон, если как раз попали именно на подачу, когда массово идут инвесторы все. но тем не менее, мы говорим, что четыре, пять месяцев рассматривается заявка, это стандартно, и после этого две недели еще карта ВНЖ выпускается. То есть карта ВНЖ можно направить на тот адрес, который инвестор скажет, где ему будет удобно ее получить. Если он планирует приезд в эти даты в Португалию с семьей, допустим, на отдых, то вполне он может получить и самостоятельно эту карту. Вопрос поступил от Андрея. Сколько объектов недвижимости есть в вашем агентстве по Лиссабону, которые подходят под программу? Ну, тут два момента. Давайте тогда ответим сначала на вопрос, сколько объектов, которые сами по себе дороже, скажем, полумиллиона, потому что, ну, в той или иной смысле, как я понимаю, любой объект подходит под программу, просто их надо собрать в единое целое. Да. Да, Наталья, пожалуйста. Вы знаете, у меня даже вызывает затруднение этот вопрос, потому что назвать точное число объектов, сколько у нас есть, да, невозможно. Порядок хотя бы 100, 200, 500, 1000. Ну, я думаю, что 200-то у нас точно есть, однозначно, но дело в том, что мы всегда подбираем под клиента, и как только начинается поиск, количество объектов возрастает, да. мы же, понимаете, все-таки здесь очень большой рынок вторичного жилья, не будем забывать, да, в отличие от Кипра, например, где у нас большинство есть, новое жилье, да, застройщики, да, новые, а здесь немножко специфика, немножко другая, да, поэтому рынок, он живой, он живет, и собственники, да, одни продали, другие купили, да, и количество объектов, оно постоянно изменяется, поэтому и наше портфолио, оно тоже меняется, да, и мы не будем забывать, что объекты, например, которые подходят под программу 350 тысяч, они очень быстро уходят, то есть, идет очень большая ротация в этом плане. Кстати, по вашему опыту, раз уж мы заговорили об объектах за 350, они требуют, ну, реновации, скорее всего, собственно, это и есть один из элементов программы, ну, в какой степени, исходя от того, что предлагается в том же Лиссабоне, это развалюхи, или все-таки так уж вы их совсем не назвали бы, и важный еще момент, в какой степени о реновации мы говорим, то есть, реновация, в какой степени жестко она контролируется государством, что ты можешь делать, чего ты не можешь, как это происходит? Ну, смотрите, если мы говорим о состоянии объектов, да, на самом деле оно может быть абсолютно разным, зависит от года, естественно, да, постройки объекта, зависит от его содержания, как он содержался, да, от его состояния, да, и так далее, и тому подобное. Есть буквально вот на прошлой неделе к нам попал очень интересный объект, который подходит под категорию 380 в идеальном состоянии, простите, 350, в идеальном состоянии, но он находится именно там, и именно в таком месте, да, и подходит под эту программу. реновация там, да, нужна, она там будет порядка 20 тысяч евро, стоимость данной реновации, но можно найти очень интересные объекты, и в то же время можно найти прям развалюхи, развалюхи, да. А вот реновация, вы сказали, вот реновация, это под жилье или под что? Вот я сейчас конкретно вот этот пример подела, это коммерческий недвижимость. То есть в итоге что это будет, магазин, офис? Нет, он уже есть, например, да, он уже может быть, он может работать, но хозяин продает, и он подходит под эту программу, и это очень хороший интересный вариант. Означает ли, что любой объект, который ты покупаешь вот по программе 350+, он непременно требует реновации? Бывает, что уже реновация включена в стоимость, но это уже будет другая стоимость. Нет, я к тому, что вот покупая этот объект, ты примерно понимаешь, ну или в этом случае может быть точно, понимаешь, о какой стоимости речь идет, то есть сколько тебе нужно будет затратить за тебя на реновацию, или это такая игра. Ну вот примерно стоимость я вам назвала где-то 20 тысяч евро. В этом случае, а вот в среднем вот другие объекты, о которых мы говорим, которые вот попадают под эту программу, там всегда стоимость известна изначально реновации, или не всегда? Вы знаете, бывают такие варианты, где реновация может стоить достаточно много. Действительно, бывают, Филипп, говорю вашими словами, прям развалюхи-развалюхи. Действительно, такое бывает, да, и чтобы привести в какой-то божеский вид, именно вот для себя, да, человек понимает, что в данном состоянии, допустим, невозможно не сдать ее, да, вот эту недвижимость, особенно, когда мы говорим где-нибудь там в центральной Португалии, в деревнях, да, вот эти домики, там, конечно, история своеобразная. То есть, чудеса, чудеса бывают. Бывают. Во всех смыслах. Окей, я перед тем, как уже, ну, там совсем-совсем несколько финальных вопросов задать, и перед тем, как Ольга и Наталья, ну, такое некое резюме подведут, я, во-первых, попросил бы опубликовать контакты компании Immigrant Invest, потому что там наверняка, ну, можно выйти на связь, то есть электронная почта, это, конечно, здорово, кроме электронной почты мы еще можем опубликовать и сайт с предложениями, ну, то есть, с информацией, которая есть у вас, то, что называется портфолио. Второй момент, который прошу опубликовать страницу прианру.слэш-эвент, где можно записаться на вебинары, и в дальнейшем мы еще будем сотрудничать и подробно работать с компанией Immigrant Invest и с нашими партнерами тоже из разных стран с тем, чтобы вы могли получать актуальнейшую информацию о рынках зарубежной недвижимости. Следующий момент, у нас уже вышел материал, совместно с компанией Immigrant Invest мы делали вебинар о Кипре и о Мальте, и там уже не просто видео вышло, вышел вебинар, попрошу тоже ссылочку на него скинуть, чтобы, ну, кто интересуется этой иммиграционной программой, мы тоже самые последние новости могли посмотреть. На этой неделе у нас будет еще аж три вебинара в среду, в четверг и пятницу, подробнее о них расскажем попозже, ну, а теперь давайте уже совсем такое финальное резюме, Наталья, давайте с вас, начнем потом с Ольги, Наталья, вот ваш взгляд на Португалию с точки зрения инвестиций в недвижимость, какой вывод вы бы могли сделать, какую рекомендацию вы бы сейчас могли сделать для наших зрителей. Вы знаете, я думаю, что многие клиенты, да, многие люди задают себе сейчас вопрос, а может быть, стоит подождать, а может быть, давайте подождем, непонятно, чем все это закончится. Абсолютно не так. Если мы дальше будем ждать, то мы вообще будем в такой очереди стоять, как Ольга уже сказала, да, коли запись у нас на биометру идет июля. Поэтому сейчас очень такой интересный момент вступить в программу, выбрать недвижимость, потому что вот как на основании всего нашего разговора, да, я думаю, что наши зрители уже поняли основные тенденции, какие сейчас происходят и где нужно инвестировать сейчас, и где можно инвестировать сейчас, что сейчас есть удобный момент. Сейчас у нас формируется рынок покупателя, а не рынок продавца. Соответственно, уже мы можем диктовать свои условия. Продавцы сейчас более гибкие на скидке, как я уже сказала. Интересные варианты за 350 есть возможность хорошо заредеревировать, потому что они быстро уходят. Сейчас они не так быстро, да, уходят, у нас есть выбор, поэтому этой возможности тоже нужно воспользоваться. А недвижимость в новостройках также, пожалуйста, давайте ее тоже будем рассматривать. что еще, о чем мы еще с вами говорили, да, недвижимость рядом с международными школами, университетами, тоже сейчас очень интересный вариант, тоже можно на нем остановиться. Соответственно, здесь мы будем смотреть от целей нашего инвестора, от целей нашего клиента. Окей. Ольга, пожалуйста, ваше слово. Да, я еще раз хотела сказать спасибо всем, кто нас сегодня слушал, и подытожу, наверное, вот нашу встречу сегодня. Хочу пригласить вас обращаться к нам, приходить к нам, пока онлайн, в силу обстоятельств, но тем не менее, мы тоже рады и онлайн-встречи провести, и по телефону проконсультировать. Для тех, кто хочет получить европейское гражданство, не торопясь и по комфортной стоимости, пожалуйста, можно выбирать программу золотого ВНЖ Португалии. Для тех, кто не хочет потом встать в огромную длинную очередь на то, что ожидание на биометрию, на подачу, тоже добро пожаловать прямо сейчас к нам на сайт и к нашим специалистам. И для тех, кто хотел бы использовать момент и выбрать для себя лучшие объекты, которые освободились, которых не было, по лучшим ценам, со скидками именно сейчас и забронировать для себя уже комфортные даты подачи на биометрию уже вперед, пожалуйста, обращайтесь к нам, будем рады всех слышать, видеть и всегда готовы встретиться, как только у нас пройдет карантин. обращаясь к Зарине, Зарина, не переживайте, обязательно в ближайшие дни будет запись на прианру и вы ее получите, как человек, зарегистрировавшийся на вебинар и просто на сайте у нас можно будет все, безусловно, посмотреть. Ну что ж, дорогие друзья, в двух словах подводим резюме. Португальская программа одна из программ по получению золотой визы, которая действует в Евросоюзе. С точки зрения российского покупателя она может быть не столь известна, не столь растиражирована, как, например, греческая или испанская, но она очень и очень заслуживает внимания, поскольку помимо базовой возможности 500 тысяч евро за покупку недвижимости, существует еще несколько схем, как сказала Ольга, от 280 тысяч и от миллиона, ну верхняя граница на самом деле даже миллион, я думаю, там уже верхние границы, как и всегда, бывают в таких ее не существует. Я с огромным удовольствием хочу еще раз поблагодарить наших экспертов из компании Мигрант Инвест. Последние полторы недели мы активно предлагаем различные варианты иммиграционные, понимая, что запрос на иммиграционные программы сейчас велик, в России, на Украине, в Казахстане, да везде, во всех странах, на самом деле вот эта история пандемическая показала, что возможность обладать вторым паспортом, она нужна не только потому, что ты куда-то курит, ты куда-то хочешь уехать, тебе где-то не нравится, это просто возможность понятного и более простого передвижения по миру, что сейчас, что в тот момент, когда эта пандемия, дай бог, скорее закончится. с удовольствием приглашаю вас на все наши следующие вебинары и еще раз благодарю наших уважаемых экспертов, Ольга Строева, спасибо большое, что были с нами, руководитель компании иммигрант инвест, генеральный директор, и Наталья Аганесян, управляющий директор по проектам недвижимости компании иммигрант инвест. Спасибо большое, было очень приятно. Спасибо большое, встретимся и на портале Прианру, и на наших вебинарах на этой неделе, и дальше, 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 сейчас онлайн общение, это самое то, что нужно. Еще раз спасибо, и всем здоровья, это самое то. Всем здоровья, всем здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания.